Ориентация на чистую, качественную питьевую воду, никаких отклонений от курса. В Чебоксарах продолжается обсуждение проблемы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства и пути их решения. Сами участники мероприятия назвали его конструктивным разговором профессионального сообщества с властью. На конференции водоканалов России побывали мои коллеги. В России вводят долгосрочное регулирование совокупного платежа за коммунальные услуги. Это значит, что в ближайшую пятилетку ежегодный рост не может превышать 6%, обещают специалисты. В самой же структуре совокупного платежа могут быть различные изменения. Платеж состоит из тарифа и платы за тепло, за электроэнергию, за воду и за газ. И вот в рамках вот этого ограничения губернатор, когда устанавливает долгосрочные тарифы, он может приоритет отдавать водоснабжению. Если водоснабжение недоинвестировано, например, в городе Чебоксара 10 рублей за кубометр. Это действительно один из самых низких тарифов в Российской Федерации. Он может устанавливать долгосрочные решения, урезав аппетиты, например, энергетиков или тепловиков, но дать больше рост на воду. При этом общая плата, человек же квитанцию получает, общий платеж, она останется в пределах тех ограничений, которые будут заранее установлены. Долгосрочное тарифное регулирование – это одно из основных условий привлечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ. Пока она остается малопривлекательной для инвесторов, и в этой ситуации каждый регион ищет свои пути. И если говорить о водоканале Чебоксаров, то он вызывает огромное уважение, огромное уважение его деятельности, так же, как и ГУБОС. Это тот пример водоканала, когда на очень низком тарифе, одном из самых низких 10 рублей за куб, за воду подаваемую, водоканал делает чудеса. Он содержит свое хозяйство в идеальном состоянии. Более того, реализовано много проектов, реализовано за счет разных источников. И вчера мы видели пример кулибинских решений, не боюсь этого слова, когда... ...платеж, она останется в пределах тех ограничений, которые будут заранее установлены. Долгосрочное тарифное регулирование – привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ. Пока она остается малопривлекательной для инвесторов. Некачественная вода становится источником болезней, в том числе и у детей. А это недопустимо, подчеркнул Андрей Чибис. Кроме того, даже на лучших водоканалах России аварийность в два раза выше среднего показателя европейских стран. В сферу водоснабжения и водоотведения необходимо привлекать не только инвестиции, но и профессиональные бизнес-структуры. Для этого на федеральном уровне принят акт о предпринимательской прибыли. Возвращаясь к основной идее, в 2016 году в стране не останется ни одной компании с краткосрочным тарифом. Все перейдут на долгосрочный параметр тарифного регулирования. И важно, чтобы потребитель увидел и почувствовал, за что он платит. Подвели итог участники конференции. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.